УЕФА опубликовала рейтинг 49 европейских клубов, участвующих в Лиге чемпионов по футзалу. По данным УЕФА, бронзовый призер чемпионата Казахстана Карагандинский Тулпар занимает 12-ю строчку. Сегодня состоится жеребьевка, на которой выяснятся соперники Тулпара по Лиге чемпионов. Команды, не попавшие в элитный раунд, будут играть за право пройти в следующий этап Лиги чемпионов. Соперникам Карагандинского Тулпара по жеребию достанется одна из команд Италии, Словакии, Чехии, Азербайджана или Сербии. Команды из этих стран имеют большой опыт выступления в Лиге чемпионов и будут представлять наибольшую угрозу. Говорить именно о местных игроках, то еще что-то можно как-то спрогнозировать. А в основном эти команды комплектуются в большей или меньшей степени за счет легионеров из других стран, но в основном бразильцев. Поэтому сейчас говорить о качестве какой-то команды очень тяжело. Что касается комплектации Тулпара, то в команде изменений практически нет, за исключением Айдоса Таттыбаева, который вновь ушел в большой футбол. Пока делать громкие приобретения не позволяет бюджет, но если государство окажет содействие, несколько легионеров пополнят команду. Поиск игроков мы ведем, учитывая, что у нас есть, даже из тех, кто остался, есть травмированные. Желательно, конечно, усилиться одним-двумя игроками, легионерами. У нас очень хороший свой, так сказать, карагандинский состав, он лучше в Казахстане, я считаю. Поэтому местных казахстанских игроков нам нечего искать, некого. С победой Кайрата в европейском первенстве Тулпару предоставилась возможность начать Лигу чемпионов с основного раунда, а не с предварительных. Теперь, с учетом сложившихся обстоятельств, задача на Евро-турнир изменилась. Перед футболистами Тулпара теперь стоит цель попасть в элитный раунд, что станет большим успехом для команды Амиржана Муканова. Матчи будут проходить в Европе, что усложняет задачу Тулпару. В 4 дня 3 игры. Победители групп проходят в следующий элитный раунд Лиги чемпионов.